Всем привет! В прошлом году я выпустила выкройку куртки одуванчик, она с капюшоном. Я сделала дополнение к этой выкройке. Это выкройка воротника. То есть по одной выкройке вы сможете сшить куртку либо с капюшоном, либо с воротником. Покажу момент пошива именно воротника. Вот это у нас выкройка воротника. Она дана со сгибом. Таких деталей нужно выкроить две. Это деталь оборки. Оборка у нас будет двойная. Таким образом. Верхнюю деталь воротника нужно полностью продублировать. Поэтому для верхней детали воротника я вырезала вот такой кусок ткани со сгибом. И эту ткань я полностью продублирую. И потом уже буду вырезать деталь воротника. Вторую деталь не дублирую. Ее просто вырежу из ткани. Вот у меня есть плательный дублерин. И им я продублирую полностью вот этот отрез ткани. Вот я вырезала отрез дублерина по размеру ткани. И теперь пойду на утюг. Одной длины оборок мне не хватило. Поэтому я раскроила две детали для оборок. Сейчас я сложу лицом к лицу. И проложу строчку вот по одной стороне. Чтобы у нас была одна большая длинная деталь. И швы разутюжу. Строчку проложила. Шов разутюжила. И у нас получилась вот такая длинная деталь для оборок. Сейчас нужно заутюжить эту деталь пополам. Изнанка к изнанке. Вот таким образом пополам заутюживаем. Вот я деталь для оборок заутюжила пополам. Сейчас нужно проложить две параллельные строчки. по вот этому краю. Шаг четыре миллиметра. И оставить длинные концы. Потом мы будем стягивать и формировать сборку. Вот я полностью продублировала один кусок ткани. Складываю пополам. Вот у нас вид. И сейчас буду выкраивать деталь воротника. Вот я раскроила три детали. Эта деталь воротника у нас продублирована полностью. И эта деталь не продублирована. И у нас подготовлена деталь для оборок. Вот я проложила две параллельные строчки. Шаг четыре миллиметра. Оставила длинные концы нитей. Оставила длинные концы нитей. Сейчас буду тянуть и формировать сборку. Вот таким образом распределять сборку по всей длине. Берем деталь воротника, которую мы продублировали. Ставим ее изнанкой вниз, лицом к себе. Берем нашу оборку. Прикалываем, распределяем. И прикалываем к внешнему краю воротника. Я оборку прикрепила булавками. И вот хочу обратить ваше внимание, вот здесь от края отступаем сантиметр. Сантиметр у нас будет припуск, чтобы пришить потом воротник в куртке. Сейчас я проложу строчку. Это будет строчка вспомогательная. Закреплю оборки к детали воротника. Временную строчку проложила. Вот. Закрепила оборки. Теперь беру вторую деталь нашего воротника и лицом к лицу складываю. Сейчас сколю булавками и потом уже буду прокладывать строчку на машинке. Вот я сколола булавками и сейчас буду прокладывать строчку сантиметр от края вот по этому внешнему периметру. Начинаю здесь, заканчиваю здесь. Строчку проложила, соединила оба слоя и теперь я подрежу припуски. Подрежу припуски я фигурными ножницами. В принципе, можно не фигурными. Сделать надсечки не доходя до шва 1-2 миллиметра на закруглениях. Припуски подрезала, теперь выворачиваем. Сейчас нужно наш воротник отутюжить. Вот деталь воротника готова. Берем верхнюю часть куртки и деталь воротника. На горловине я отметила сантиметр припуск и конец планки с обоих сторон. Сделала отметки. Теперь нужно складывать воротник таким образом. Наш продублированный слой остается сверху. Начало воротника прикалываем вот где у нас конец планки. С этой стороны тоже самое. Совмещаем по спинке середину и сейчас я сколю булавками. Соединю сначала по спинке, потом передние части и уже потом по кругу. Все булавками я закрепила воротник к основной детали. И теперь проложу вспомогательную строчку, закрепляющую наш воротник на машинке на расстоянии 5-7 миллиметров от края. Вот я проложила временную закрепляющую строчку и закрепила наш воротник к верхней детали куртки. Вот у меня собрана деталь полностью верха куртки, деталь подклада куртки и теперь мы будем соединять обе детали. Для этого основную деталь вывернем на изнаночную сторону. Подкладку вывернем на лицевую сторону. Вложим подкладку в основную деталь. И сейчас я сколю по боковым срезам, по горловине и вот по этому боковому срезу. Вот я сколола булавками и сейчас буду прокладывать строчку на машинке с припуском 1 сантиметр. Начинаю вот отсюда и заканчиваю вот здесь. Строчку я проложила. Теперь подрежу припуск, сделаю надсечки в местах сгиба, где у нас горловина, подрежу уголки. Надсечки сделаю, не доходя до шва, 1-2 миллиметра через сантиметр. И в принципе на этом разница заканчивается между пошивой куртки с капюшоном и куртки с воротником. Дальнейшие действия все то же самое делаем, как при пошиве куртки с капюшоном. Субтитры сделал DimaTorzok